И снова здрасте. Да, я не Брюс Уиллис, и уж тем более я не Брюс Всемогущий. Но тем не менее, после ваших противоречивых комментов, я решил причесать свой крепкий орех и продолжить нести разумное новое вечное. Ну что, сработаемся? Илон Маск снова начудил. Зарядные станции для электровеликов и хакерские атаки через звук, которого не слышно. Об этом и не только в Take It Easy, канале о самом интересном в мире IT. И вначале о том, как безобидный коммент может стоить вам не только репутации, но и, вдумайтесь, аж 20 лямов вечно зеленых. Илон Маск уходит с поста главы совета директоров Тесла и заплатит 20 миллионов долларов штрафа из-за одного твита. 7 августа Илон Маск написал на своей странице о том, что планирует сделать Теслу частной компанией и выкупит все ее акции с биржи по 420 долларов за штуку. Инвесторы компании узнали об этом наравне с подписчиками из соцсети. После этого акции выросли почти на 11%, а биржам пришлось прекратить торги. После чего комиссия по ценным бумагам и биржам США начала проверку, а некоторые инвесторы пошли в суд. Теперь Илон Маск покинет пост главы совета директоров Тесла и не сможет вернуться на эту должность в ближайшие три года. Также он заплатит штраф в 20 миллионов долларов. Такую же сумму выплатит и Тесла. И все эти деньги распределят между инвесторами, пострадавшими из-за злосчастного твита. Кто сколько получит, решит суд. Так что в скором будущем компанию Тесла ждут большие перемены. Уверен, что сидит сейчас горемычный Илон и пытается укусить себя за локоть. Но, как известно, его никак не достать. Хотя проще иногда локоть укусить, чем новый шанс заполучить. Вот такая вот черная метка. Отсюда вывод. Следите не только за своими словами, но и руками. Причем во всех смыслах этих слов. И чем дальше идет прогресс, тем труднее, увы, сохранить свою конфиденциальность. Яндекс настолько беспардонен, что легко, без стука, может войти в ваши Google документы. Яндекс объяснил, как файлы из Google документов попали в поисковую выдачу. Недавно пользователи сети обратили внимание на то, что через поиск Яндекса можно без проблем найти чужие файлы из Google документов. Теперь компания объяснила, что проблема не связана с особенностями работы поисковой системы. По словам Яндекса, система индексирует только те страницы, которые не защищены именем пользователя и паролем. Если индексация сайта запрещена администратором в файле robots.txt, то поиск этот сайт игнорирует, даже если ресурс находится в открытой части интернета. Это закрытая информация, но я тебе просто говорю, что пробить ее хакерским методом просто невозможно. Я сама прекрасный хакер, но сделать это не могу в силу того, что очень сильная система, и люди работают с такого же компьютера, как у меня лично. Uber построит зарядные станции для своих электровелосипедов и будет мотивировать пользователей оставлять их именно там. Зарядка батарей, электроскутеров и электровелосипедов обычно была головной болью и проблемой компании, которая предоставляет услуги. Однако Uber решила привлечь к этому процессу всех пользователей и решила предложить им удобный для обеих сторон вариант. В частности, компания Uber собирается установить в Сакраменто, что в Калифорнии, несколько публичных электростанций для своих электровелосипедов Jump. Благодаря наличию комплектных замков, велосипеды Jump можно было оставлять практически в любом месте, просто пристегнув их к велосипедной стойке. Но теперь те пользователи, которые привезут электровелосипеды к зарядным станциям Uber, получат бонусные скидки на последующие поездки. И снова катастрофа планетарного масштаба, на этот раз исходящая от IT-пиратов. Хакеры могут взломать голосовые помощники с помощью неразличимых для слуха человека звуков. Такие звуки могут транслироваться по телевидению или радио и маскироваться под привычные, например, под пение птиц. Уязвимость, обнаруженная учеными, относится к классу критических. Она лежит в основе технологии распознавания речи, которые встроены во все без исключения голосовые помощники. Злоумышленники могут прятать такие звуки в музыку, скачиваемую или прослушиваемую на пиратских сайтах, видеозаписи или в любой другой контент, в котором содержится аудиодорожка. С их помощью хакеры могут совершить покупки, заблокировать устройство или полностью отключить все компоненты умного дома, включая сигнализацию и камеры видеонаблюдения. Поэтому, друзья, продолжаем усиленно тренировать пальцы в ватсапах, в вайберах и телеграмах. А то злые хакеры придут и все у вас отберут. Да и тишиной порой полезно насладиться. Ну, в общем, как-то так. С меня новости, с тебя лайк. И того ты особо не затягивай, а то хроническая лень может развиться, а она, как известно, не лечится, а вот калечит на раз. Всем спасибо, все свободны. Чао!